На Юмор.ФМ Вышла в радиоэфир. Нет, вы чуть пораньше. И это было в городе Иваново. И это было на девятом этаже Ивановского завода тяжелого станкостроения. Там же, где когда-то работала группа «Авария». И мне всегда было так кайфово, что, блин, вот эти ребята здесь работали, я однажды встречусь с ними и скажу. В общем, я сказала вам. Ну, все. И она сказала. И я сказала, давай сначала. И тут все раскрылось. Так, ребятки, прежде чем перейдем к цели вашего визита, непосредственно, а есть о чем сегодня поговорить. Случилось кое-что, о чем нельзя молчать. Зададим сначала вам вопрос по теме сегодняшнего эфира. Со слушателями говорим вот о чем. Какой клуб по интересам открыли бы вы? Откуда ноги растут, сейчас поясню. Дело в том, что на Бале появилось первое мужское поселение. Без женщин. Там вообще их нет. Я даже не буду спрашивать, что за люди там живут. Нет, все очень просто. Смотри, короче говоря, мужики устали решать проблемы с женщинами, типа и фотографировать постоянно. С водителями живут? Нет, они сами там живут, значит, у них интернет. Ну, я бы предложил им открыть бильярдный клуб, катать шары в одиночестве. Прекрасный вариант. Шары. Чего не хватает на бильярдный? Нет, они уже открыли. А вот что бы вы открыли и где? Какой клуб? Нет, ну понятно, клуб любителей группы дискотека авария, он наверняка имеется. Нет, уже, я думаю, закрылся давно. А клуб ценителей? Ну, не знаю, ты что ценишь? Я уже про бильярд шутил, давай, твой образ утренний. У меня, кроме как футбола, больше ничего и нет, в принципе, так вот, креатива как такового. А так, если что, может быть, кружок филателистов, я не знаю, значков. Ну, сейчас это как-то все не современно. Любители кефира, может быть. А женщин там тоже не будет, Леш? А, так вы же сказали, это мужское поселение. Это для мужчин. Это там, а может быть, у вас наоборот будет клуб, где будут одни женщины. А раз уж так, то назовем кружок новой Амазонки. И мы... Так, русалки, Амазонки и, значит, вы вдвоем, да? Русалки, Амазонки, Валькирии, как ни назови. Ну, все понятно. А про футбол, Леша, ты заговорил, тебя Гарда Дмитриев просил передать большой привет. Ага. Как-то вы там встречались на футбольном поле. Гарда выполнил твое поручение, в общем, да. Суть по глазам, он тебя не помнит. Мы не поругались с ним. Последний раз, когда меня выгоняли, была красная карточка, но это был чернокожий игрок. Это явно не Гарда. А сегодня, чтобы ты лучше видел, красный свитер к тебе пришел. А, сам. Так, ладненько, ребяточки, буквально на днях, если не изменяет память, 8 сентября, по-моему, у вас вышел альбомчик, который получил название The Best One. Часть первая. Часть первая. То есть, значит, будет и второй. The Part One. The Part One, да. The Part One. А куда нам спешите? Второй будет, может, и третий. Может, и четвертый. Ну, слушайте, за 33 года дискотека «Авария» написала столько, что, мне кажется, дальше можно уже и не писать, просто вот выпускать лучшие, любимые только для вас. Ну, вот мы и решили. Да, вот мы, ребята, и начали. Ну, смысл в том, что это не просто сборник лучших песен, а сборник лучших песен, которые мы заново, ну, переписываем, переиздаем, чтобы они как бы звучали как тогда, но происходило это сегодня. То есть в сегодняшнем формате, чтобы они были громко, там, качественно и так далее, и так далее. Ну, конечно, да. Хотя, в принципе, вот вроде все то же самое. То есть, иными словами, такой модный нормалайз. Ну, нормалайз, там, это, ремастеринг, я не знаю, что такое. Давайте еще накидаем интересное слово. Накидываем, да. Делюкс. Ты смотри, Оль, ты на прошлой неделе еще не знала, что такое бас. Ты прекрати. А тут уже начинает сыпать терминами, поглядите-ка. Я в Саунфорже могу собрать любую песню. Ну, где? Почетно. Там лишние руки в группу вам не нужны. Что за Саунфорже? А какой у нас Саунфорже, товарищ? Да какая разница, работает и работает, я не знаю. Ну, кстати говоря, если кто-то тоже хочет увидеть, ребят, можно прямо сейчас зайти на сайт веселаярадио.ру и вас увидят. Нет, не обязательно. Леш, вот здесь смотри, вот эта вот камера. А сейчас вот эта тебя не показывает. Да, оставь человека в покое. Пусть занимается чем хочет. Там паутина давно у нас в углу висела. Леш, спасибо. Так, ребятки, мы предлагаем вам сейчас поучаствовать в нашем эксперименте. Дело в том, что, если не ошибаюсь, то есть дискотеки аварии в этом году исполнилось аж 33 года. Ну, считать ты умеешь. Это обалдеть, да. Сегодня третье число. Магия цифр у нас сегодня. Ну, это получается как бы примерно, да? Так, на самом деле, больше аварий лет. Ну, смотря какое летоисчисление применять. До нашей эры. И начинать с чего? Со студенческих вечеринок, со школьных. Там можно вообще начать с детского хора. Так. Ну, то есть 30 плюс, в общем, вам. 30 плюс, да. В общем, немножко поиграемся с цифрами. С утра пораньше. Понимаю, что не самое приятное занятие. Кто-то выбрал бы полежать в постели, но вот сегодня у нас цифры. Я буду задавать вопрос. Вы просто отвечаете, соответственно, ставя ту или иную цифру на ваших листах. Затем пробежимся по правильным вопросам, у кого будет больше баллов. Ну, скажем так, давайте так. 33, проигравший пусть переведет 33 рубля победителю. Или 33 тысячи. Что хотите? Что вам нравится больше? 33 щелбана. А, вот. Ребята же из Иваново. Ну, ты что? Шикарно. Сто раз скажет 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. В принципе, до конца эфира может подсидеть. 33 колени к груди. Класс. А мы потом снимем на видео и, короче, выложим в нашем телеграм-канале. Да, пролистывать будут уже на пятом. Да нет, а что? Будут смотреть до конца и вот так вот зарепитят. Так, давайте переходить, друзья. Все очень просто. Первый вопрос звучит так. Сколько просмотров на ютубе у клипа на песню «Арам-зам-зам»? Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмизначное число. Второй вопрос. В каком году вышел трек «Супер-Диджей»? Реально, как на ЕГЭ. Нет такого трека «Супер-Диджей». А, подожди! Песня называется «Диско-Супер-Стар». «Диско-Супер-Стар», да. Без подвоха было, просто так сказал. Да, да, да. Хорошо. Сколько раз в треке «Пей пиво» повторяется слово «пиво»? Только не списываем друг у друга, Алексей Серов. Сколько городов было в декабрьском туре 2017 года по США? Так. Какая цифра получится, если сложить длительность треков? «Фантазер», «Заколебалты» и «Хип-хоп-хаус» и «Дрок-н-ролл». А у тебя есть правильные ответы? Да, Оленька, они перед тобой. А, да. Так. Сколько треков вошло в альбом «Маньяки»? И давайте финальный вопрос от меня. Где снимался клип «Давай, авария»? Честно, я вообще с трудом вспомнила название этого места. Да я даже не вспомнила. А вот интересно, вспомните ли вы? Я напомню тебе. Иваново. Я знаю, что Иваново. Клуб какой. Запомнишь? Дальше. А, всё. Всё, на этом все вопросы. Давайте теперь проверять. Итак, сколько просмотров на Ютубе у клипа на песню «Арам-зам-зам» был такой вопрос. Алексей Серов, ваш ответ. Огласите, пожалуйста. К доске. 48, нет? 48 миллионов просмотров. А, у меня 11 миллионов. А, Алексей Рыжев. 48. А, Алексей Серов был ближе к ответу. Да, да, да. 48 миллионов, 286 тысяч, 495 просмотров. Так. А, второй вопрос. В каком году вышел трек «Диско-суперстар»? 2000, да? Так, Алексей Рыжев. В 2001 на альбоме «Маньяки». В 2001, Лёша Серов. Так. 2000? 2000. Так, Алексей Рыжев, записываем балл. 2001, да, Алексей Рыжев с баллом у нас. Да, получается. Скажи, я вообще ничего не писал. Сколько раз в треке «Пей пиво» повторяется слово «пиво»? Господин Рыжев? А ты ничего не отличил? Я вообще ничего не написал. 50. 50. Да, слушай, почти 53. Записываем балл. Сколько городов было в декабрьском туре 2017 года по США? Семь. Абсолютно правильно. А я писал 17. Я так устал тогда быть по этой Америке. А там был просто город за три. Полное ощущение, там было, что 17. Там есть нечего было. Какая цифра получится, если сложить длительность треков «Фантазер», «Заколебалты» и «Хип-хоп-хаус» и «Дрок-н-ролл»? 11 у меня получилось. Офигеть. Алеша Серов не ответил, видимо, ничего, с этим по глазам. Так, ну и финальный, где снимался клип «Давай, авария»? Нет, а еще тут 10. Да, сколько треков вошло в альбом «Маньяки»? 10. 11. 11. 11 треков. Вы спросите. Но все равно он был ближе. Так, и где снимался клип «Давай, авария»? Клубе «Экипаж» Горта Иванова. Класс. Браво. Да, аплодисменты. И кто побеждает у нас? Алексей Рыжов? Соответственно, что там, щелбаны или 33 тысячи? Ну, мы там... 33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33 воин в группе дискотек-аварии осталось с 97-го года. Хотя мы работали еще просто в ночном клубе дискотек-аварии тоже. Ну, я к тому, что вы очень долгий период времени находитесь вместе. Наверняка случался какой-то момент выгорания, да, как обычно бывает у людей. О, началось. Да, созависимые отношения тревожные, да. Кто у вас душнило в коллективе? Токсичный газлайдер. Мне повезло с моей соведущей. Конечно, давайте овен в весах, я все понимаю, но давайте как-то уже повысим мотивацию. А он, кстати, весы. Да? Ну, ладно. А у меня есть овен где-то там в гороскопе. А так-то я телец с девой. Да, мы с тобой подходим друг к другу. Да? Хорошо. Так, все, Леша, уходим. На девятом этаже. Мне никто не подходит, я скорпион. В общем, понятно. Оленька, придется нам как-то тоже с тобой. Человек не верит в гороскопы, пока не встретит скорпиона. А кто не верит в гороскопы? Человек. Я верю. Скорпионы — это просто капец. Честное слово. Давай по существу, ладно? Давай. Да, в пьяного звукорежа поиграем. Пьяный звукореж — это Антон. Значит, он сейчас будет включать ваши треки. А потом неожиданно — тишина. Такая... И вот нужно эту тишину заполнить словами. Насла чем напугать, у нас постоянно все время включается. Ну, потому что вы же дискотека авария. А теперь поиграем в капусту-редиску. Капуста, редиска, капуста, редиска. Ну и вот, все. А если вдруг не помните свои же собственные слова, то... Мы же под фонограмму поедем. В конце концов... Под чужую причем. Нет, это ваши будут песни. Все ваши песни будут. Ну, давай, ладно. То есть можешь там что-то новенькое придумать. И скажешь потом, а это ремейк. А ты потом скажешь, а у нас в эфире такое нельзя говорить. Почему? Мы можем петь, как на концертах. У нас-то вылетают иногда такие слова, такие слова. Мы потом вам тоже споем нашу любимую с Антоном. Да, ну давай. То, что у нас за эфиром вылетает. Метафорически. Итак, Арам Замзам. Ну, если все готовы, начнем с Арам Замзам. Давай. Давай дальше. Давай дальше. Ну, по-моему, шикардос. Да, так, но это только начало. У нас там влечение. Дальше, ребятки. Вперед. Очень скоро узнал, что все на свете мне нельзя. Нельзя погладить слона. Нельзя стягать девчонок ранцам. И нельзя на километр приближаться. Плюсик иностранцам. Так, здесь тоже плюсик. А сейчас давайте немножко добавим нежнятины. Если хочешь остаться, останься просто так. Давай. Зажигаем свечи. Все мелодии спеты, стихи все написаны. Жаль, что мы не умеем обмениваться мыслями. Мыслями, мыслями, мыслями. То ли это ветерок моей губы колышет. То ли это я кричу тебе, но ты меня не слышишь. Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за двенадцать. А ты еще в гостях. Ну, высоко. Ты думаешь остаться так, останься просто так. Ну, раз вы еще в гостях, давайте по четвертой, да? Да. А давайте тогда четвертую финальную новогоднюю. Но скоро же все случится. Вы уже, слушайте, начинают уже там эти елочки наряжать. Погнали. Существует Дед Мороз. Еще. Дед Мороз. Слышу, слышу. Собственно. Я Дед Мороз, борода из ваты. Я слегка податый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше, мне везти подарки в Польшу. С мешком в росток, горохода казака. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. Простите, только нет сейчас Снегурочки со мной. Мы вместе жли с Камчатки, но она ушла на льд. Значит, будем без нее. Что же делать, ё-моё? Что, будем аплодировать, да? Да, прекрасно, по-моему. Мне кажется, это вот прямо... Вот это пропущенное слово мы должны были произнести, да? Нет, нет. Спойте, как поёте на концертах, ты сказала. А мы на концертах эту песню... Поём целиком. Да. Да? А там, слушайте, а скажите потом, что вы там поёте? Нет, в зависимости от настроения. Есть ли в зале дети или нет детей. Если детей нет, то мы поём... А у нас, видишь, ноль плюс, поэтому... Понятно. Поэтому... Цензурная версия, да. Так, ребятки, у нас есть традиция. Каждый гость, который приходит на Юпрофэм, в утреннее шоу, шутки-шоу, настраивает наших уважаемых слушателей, любимых, на какой-то позитивный лад. От вас коротенькая аффирмация, так называемая. Да? На сегодняшний день. На сегодняшний день. Или вообще по жизни. А давай по жизни. Вот на сегодня и навсегда. Давайте хотя бы на сегодня. Давай, давай. Давайте на сегодня. Дорогие друзья, сегодня Дискотека Авария желает всем счастья, любви, хорошего рабочего дня, прекрасного вечера и сладких снов. 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 Это Дискотека Авария. Авария любит вас. Надеюсь, вы любите аварию в ответ. Да. Прекрасно, друзья. Дискотека Авария была сегодня у нас в гостях. Ребят, спасибо, что провели это утро с Тами. Рады вас видеть всегда. Наши двери открыты. Ждем от вас еще что-нибудь новенькое. Part 2 и Part 3 и Part 4 и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, что пришли. Ребят, классного вам дня. Спасибо. Спасибо большое. Всем хорошего настроения. Прекрасный день. Пока. Яркий я. На Юмор.ФМ На Юмор.ФМ